наша недельная глава называется карах начинаем главу карах и оделился карах сын и цгара сын кигата сын леви и дата наеверам сыны илиава и он сын и риувена и предстали они перед машей вместе с людьми и сынов израиля 250 человек вожди общества призываемые на собрание люди именитые смотрим комментарии раши почему у нас доходит только до леви а до якова не доходит так однако не упомянуто что леви сын якова потому что яков просил для себя милосердия чтобы имя его не упоминала связи с их мятежом как сказано и с обществом не соединись не здесь честь моя это у нас глава вайхи когда я к областях вот он шимона и льви порицает и говорит не произнести не произнести к их обществу честь моя вот так а где упоминается его имя связи с карахом то есть где родословие караха доведена до якова в хронике крови к это книга писания это девре мим где их сынов караха родословное дается что до возвышения на котором левиты располагались для служения песнопения в храме сказано сын элья эль вия сафа сына караха сына изгара сына кегата сына леви сына и сраиля хроника 622 23 то есть там где говорится о достойных людях основе караха которые раскаялись вот там уже идет родословие до я кого-то И Датан и Афирам, они все время на протяжении всех событий, начиная с Лавышмот, они себя вели недостойно, эти люди все время пытались что-то сделать плохое. Маше их спасал, спасал, чтобы их не убил, Афирам, чтобы не убил его египетский надсмотрщик, этот надзиратель египетский переспал с его женой и хотел убить Афирам, а Маше вступился, убил египтянина, но Датан и Афирам, они все равно пришли и доложили фараону, что Маше спас, и Маше бежал от фараона. Еле спасся, и жил он в Эфиопии 48 лет, потом в Медьяне, уже в Египет не возвращался до тех пор, пока Всевышний не сказал им уйти. И потом здесь в пустыне тоже они его мотали очень много здоровья, но Маше никогда им не мстил, это его четверо-юродные мраки, но пришло время, когда Всевышний уже их не оставляет. Да, он, сын Пилета, нам известен только из этой главы, достойнейшая личность, вернее его жена, которая спасла его. И предстали они перед Маше вместе с людьми и сыном Израиля 250 человек, вожди общества, призываемые на собрание, люди именитые. И столпились они вокруг Маше и Агарона и сказали им, полно вам, ведь все общества все святы, и среди них Бог. Отчего же возносите вы над собранием Бога? И услышал Маше и пал Ниц. И говорил он Караху и всем сообщникам, вот так, завтра утром известит Бог, кто его, кто свят, и того приблизит к себе. И кого изберет он, того приблизит к себе. Значит, они требуют священнослужения. Карах, он считает, что Маше несправедливо поставил своего брата Агарона на должность. Мало того, хорошо, это его родной брат, допустим, он тоже сын Кегата, первого сына, получается, сына Врама, он первый сын Кегата. А вот он сын Эсгара, то есть второго сына Кегата, и он должен был занимать высокую должность в стране, а он носит ковчег Завета и считает для себя это мало. Он считает, что Эль-Зафан сын Узиэля, сын четвертого сына Кегата Узиэля, вот его поставил Маше руководить левитами, самым святым коленом из трех колен левит. Вот так. Главный левит в стране получился. Вот он и говорит, что это несправедливо. Он не хочет признавать, что это Всевышний так решил. Считает, что Маше я так решил. Вот что сделайте. Возьмите себе совки, карах и все сообщники его, и положите в них огонь, и кладите на них весь благовоний перед Богом завтра. И будет человек, которого изберет Бог, тот свят. Полно вам, сын Эль-Ви. То есть Маше просто говорит, вот на дамы бегу, взяли каждый свой совок, положили в них угля, предстали перед Всевышним и умерли. Вот теперь вы это сделаете. И с огоронами, огорон будет в равных условиях с вами. Кто же ему везет совок и положит. И Всевышний сам решит, кто его и кто свят. И сказал Маше Караху, слушайте, сын Эль-Ви, мало вам того, что выделил вас всесильный Израиль, из общества Израиля, и приблизил вас себе для совершения службы в шатре откровения Бога, чтобы стоять перед обществом, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов Эль-Ви, с тобою. А вы просите еще и священнослужения. Поэтому ты и все сообщники твои собираетесь против Бога. Огорон же тут при чем? Что вам роптать на него? То есть мы знаем из Торы, что Всевышний поставил огорона первосвященникам. Такую высокую должность. Это Маше ни в коем случае это не делал. Но Карах обвиняет, что Маше своего брата поставил. И послал Маше позвать Датана и Эверрама, сынов Эли-Ава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что вывел нас из страны, текущей молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне. Ты еще и властвовать хочешь над нами. То есть как братья Иосифу говорят, неужели ты царством будешь над нами? То есть вот их задело это. Не привел нас в страну, текущей молоком и медом, и не дал нам даже по участку поля или виноградника. Неужели глаза тем людям выколешь? Не пойдем. И весьма досадно стало Маше. И сказал Богу, не обращая внимания на дар их. Ни у кого из них не взяло ни одного осла. И зла не сделало никому из них. И сказал Маше Караху, ты и все сообщники твои, будьте пред Богом, ты и они, и огород завтра. И возьмите каждый совок свой, и положите на них смесь благовоний, и принесите пред Богом каждый совок свой. 250 совков, так же ты и огород, каждый совок свой. То есть это не сброд, это очень уважаемые люди в обществе. В этом весь вопрос. Вот они считали, что Карах прав. Вот так он их сумел убедить. Меграж говорит, что он просто подходил к Маше и спрашивал, как поступить. Вот если цицид сделан весь из голубой нити, нужно ли вставлять в него голубую нить? Маше говорит, нужно. Встречает, как Тори написано. Он на смех. Вперед на смех Маше. Потом он говорит, что да, нужно на косяке ставить Мезуза. А если дом полный книг Торы, свитков, нужна ли Мезуза на косяке двери? Маше говорит, нужно. Он опять на смех поднимает Маше. То есть он сумел такими вещами убедить людей, сообщиков своих, чтобы они пошли против Маше. И взяли каждый совок свой, и положили в них уголь. То есть так же, как на Даве Вегу, каждый свой совок. И положили на них смесь благовоний. И встали в ходах шатер откровения с Маше и Агароном. И собрал против них караксио общество в ходах шатер откровения. И явило, слава Бога, всему обществу. И говорил Бог, обращаясь к Маше и Агарону так. Отделись от этого общества. И я уничтожу их вмиг. И пали они ниц. И сказали, все сильные, все ли душ всякой плоти. Один человек загрешил. А ты на все общество гневаешься. То есть Маше говори, ну виноват один каракс. Причем здесь все общество? Ну даже если люди что-то немножко не поняли. И говорил Бог, обращаясь к Маше и Агарону так. Обращаясь к Маше так. Говори обществу так. Отступите во все стороны. От жилища Караха, Датана и Аверрама. И встал Маше и пошел к Датану и Аверраму. И пошли за ним старейшины Израиля. И говорил он обществу так. Отойдите от шатров нечестивых людей этих. И не прикасайтесь ни к чему, что у них. А то погибнете из-за всех грехов их. И отступили они от жилища Караха, Датана и Аверрама. Во все стороны Адатана и Аверрам вышли из талии уходов, шатрови своих женами, сыновьями и малыми детьми своими. И сказал Маше, поэтому узнайте, что Бог послал меня совершать все эти дела. А не выдумал я это. Если смертью всякого человека умрут они. И удел всякого человека постигнет их. То это послал меня не Бог. Если же нечто необычное совершит Бог. И расстроит земля уста свои. И поглотит их и все что у них. И сойдут они живыми в преисподнюю. То знаете вы, что люди эти срамили Бога. То есть это невероятно. То что говорит Маше. Это явление совершенно необычное. Если бы это было землетрясение. Земля там провалилась. Попали. Сказать вот случайно если что-нибудь. А тут нет. Как животное рот открыло, съело, закрыло. Все. Вот это он говорит Маше. То есть что-то невероятное было. И живые в преисподнюю. Человек умирает потом уже умирает. А уйдет в преисподнюю если бы заработал. Но нет живыми в преисподнюю. Невероятно. Маше говорит такие вещи невероятные. И было как только закончил он произвести слова эти. Развера земля под ними. И раскрыла земля уста свои. И поглотила их. И дома их. И всех людей караха. И все имущество. И сошли они со всем принадлежащим им живыми в преисподнюю. И покрыла их земля. И исчезли они из среды собрания. А все страны Израиля. Которые вокруг них разбежались от крика. И говоря. Как бы не поглотила и нас земля. То есть этот крик мы слышим до сих пор. Они кричат. То есть живые в преисподнюю. Они не мертвые в преисподнюю опали. И огонь вышел от Бога. И пожрал 250 человек. Принеслишь мне из благовоний. То есть карах не пришел с совком. Он понимал чем это может закончиться. Зная что было с надава в вегу. Их он прислал. А сам нет. Сам был возле своего шатра. То есть он погиб. Он под землю залетел. А вот пишется в Торе. А сыны караха не умерли. Петра говорит что раскрылась земля. И они летели вниз. Они раскаялись. Наш отец не прав. Прости Господи. Все вышли. Сделаем островок. И они на нем остались стоять. И стали большими людьми. И от них произошел пророк Шмуэль. То есть очень великие люди. Они псалмы дают свои. Вот у нас псалмы Давида есть. Псалмы которые дают нам сыновья караха. А Авесаф есть. Псалом Асафа есть такие. Так еще и он от себя псалмы дает. То есть очень большие люди они стали. Вот эти люди. Перед наступением в храме. Вот так. А что касается он, а сына Пилета. То его спасла его жена. Мудрая жена строит свой дом. Когда она узнала, что он хочет идти на восстание. Она говорит. А зачем тебе идти на восстание? Ты же не левит. Ты первозреченником не станешь. Ты же не с коленой гуды царем. Ты не станешь. Ты никем не станешь. Победит Маше. Ты кем был тем остался. Победит Карах ты кем был тем остался. Зачем тебе идти? Он говорит. Нет, я мужик. Я дал слово. Я пойду по-любому. Ничего она взгляд не могла. Она говорит. Ну а покушать ты хоть можешь сесть? Она говорит. Покушать, да. Но я покушать, дала вина, выпил, еще выпил. Заснул. И когда они пришли звать его на собрание, он спал. А она открыла свои волосы и сидит, моет голову. Они люди были все соблюдающие. И они не могли подойти к женщине с открытой волосами. И они не осмелились. И ушли без него. И так она спасла своего мужа. Медраж говорит, что когда это началось, что кровать его начала двигаться уже в сторону. Ну это уже Медраж. Его еще надо правильно понять. Но факт тот, что мудрая жена строит свой дом. А нечестивая жена разрушает свой дом. Это как жена Караха. Это она его уговорила поднять восстание. То есть Агарон пришел, весь удрученый. Говорит, что с тобой? И он говорит, что меня унизили. Я пришел сегодня в храм. И Агарон весь стоит, весь в бриллиантах. Он меня поднял. Тряс. Меня обрили. То есть Юршин сказал, обридь все волосы у левиток. Все. И он себя чувствует униженно. И ученый говорит, что это не такое? Тебе надо понять восстание, сверху власть. И он этого добивался. Есть много версий, почему он это делал. Ну, в общем, он хотел власти. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Или говорите, что ли. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Скажи Элязару, сыну Агарона, Коину, пусть возьмет совки из пожара, а огонь сбросит подальше, ибо они осветились. А из совков этих людей, провинившие своей душой, пусть делали плоские листы для покрытия жертвника, ибо их принесли пред Богом, и они осветились. Пусть будут они знамением для сынов Израиля. И взял Элязаркоин медные совки, которые принесли те, что были сожжены, и расплющили их для покрытия жертвника, в память сыном Израиле, чтобы не приближался человек посторонний, который не из потомков Агарона, воскуривает смесь благовоний пред Богом. И не случилось бы с ним то же, что с карахом и с общиками его, как говорил Бог через Маше. Всевышний простил их. Ихняя смерть искупила, ихний грех. Они все праведники, эти люди были достойны, но сошли с пути. Доля в будущем мире у них есть. Нашему дурицарю караха доли в будущем мире нет за этот поступок. Он действительно был человеком особого ума, он не был каким-то глупым человеком. В общем, скорость его победила. И что такое живыми в преисподней? Это человек умирает, потом идет в преисподнюю. Тут живой. Если мы берем Ханух в голове Бреши, написано, что прожил Ханух 365 лет и ушел. И не стало его. Всевышний взял его. Все написано, умерли. Он не умер. Как это не умер? Вот как бы он в рай попал... живым. Такое чудо невероятное с Ханухом. Есть другое мнение на эту тему. Раша говорит вообще, что праведен он был нестойкий. Всевышний не хотел, чтобы он согрешил. Он его забрал раньше из мира. Но есть мнение, что действительно он заслужил, чтобы живым пойти на небо, как сестра, дочь Ашера Сирах. Вот она тоже была праведница и дожила до царя Давида. В общем, прошла всю пустыню, Египет. В общем, много лет прожила. И Всевышний ее взял живое на небо. Так же и Прок Ильяу. То есть живой ушел. Не умер. То есть есть такие у нас случаи. И возрождало всеобщество в Израиле на следующий день на Маше Агарона и сказали, вы умертвили народ Бога. Но когда собралось всеобщество против Маше Агарона и направили шатру откровения, то вот покрыло его облако и явилось слава Бога. И пришли Маше Агарон к шатру откровения. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, отстранитесь от общества этого. Я уничтожу их в миг. И пали они ниц. И сказал Маше Агарону, возьми совок и положи на него огонь жертвенника. И положи смесь благовоний. И неси скорее к обществу. И скупи их. Ибо изливается ярость Бога. Начался мор. И взял Агарон, как говорил Маше, и побежал в среду собрания. И вот начался мор в народе. И возложил он смесь благовоний. И скупил народ. И стал он между мертвыми и живыми. И прекратился мор. То есть между мертвыми и живыми. Кто это стал? Наши мудрецы говорят, стал ангел смерти. Он его остановил. Он говорил Агарону, чтобы он его не мешал. Потому что Всевышний его послал. Чтобы он взял мор. А Агарон сказал, меня послал Маше. А он ничего без слова Всевышнего не делает. И огнусмерти стал. И было умерших от мора 14700. Кроме умерших из-за караха. Мы не знаем, сколько было людей, умерших из-за караха. Семья Датана, семья Аверана, семья Караха, оставшаяся. Вот, кроме этих трех сыновей. Асира, Кальканы и Авесафа. Не знаю, потому что большие были семьи. У них меньше. Ну, даже если 50 человек еще. В общем, сколько там их было, не знаю. Вообще могут и большие семьи быть. В общем, 250 человек уже умерло. Совками сгорели. И вот эти три семьи, то, наверное, около 15 тысяч человек. Хотя это число здесь не написано. И главное, что Агарон также берет Совок и возносит весь благовоний. И все, в данном случае, он не умирает. Все кошерно. Он все сделал правильно, как Маше сказал. То есть, тогда Вейгу взяли, решили, что так могут поступить в хороших целях. Вот взяли каждый свой Совок и сгорели, умерли. И необычной смертью, чудом случилось. Души с тела их вылетели, а одежда и тела целые. Вот чудо. А здесь Совки остались целые. И Маше приказал из них взять обивку для жертвяка в память о этих событиях. Он прекратился. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Говори сынам Израиля, возьми у них по посоху от отчего дома, от всех вождей, по отче нам их. Двенадцать посохов. Для каждого напиши имя каждого, напиши на посохе его. А имя Аарон, напиши на посохе Льви. Ибо посох один для головы отчего дома их. Наши мудрецы говорят, взяли двенадцать одинаковых палок. И на каждой палке написали имя разочальника колено. И положи их в шатре откровения перед вельцом союза, где я являюсь вам. И вы, человек которого я сберу, посох его расцветет. И так уйму я перед собой ропа сына в Израиле, который они поднимают на вас. И говорил Маше сынам Израиля. И дали ему все вожди их по посоху от каждого вождя, по очередному их двенадцать посохов. И посох Агарона среди посохов их. И положил Маше посохи перед Богом в шатре откровения. И был на следующий день, когда вошел Маше в шатер откровения, и вот развел посох Агарона от дома Льви. И развел цветами, пустил почки, и созрел на нем миндаль. То есть невероятно. Обычно идут почки, потом идут цветочки, потом идут почки, потом листочки, потом цветочки, потом миндаль. А тут все вместе одновременно. И вынес Маше все посохи от лица Бога ко всем сынам Израиля. И они осмотрели и взяли каждый свой посох. И сказал Бог, обращаясь к Маше, верни посох Агарона перед свидетельством союза на хранение в знамение сынам строптивым. И прекратится ропот их на меня, и не умрут они. И сделал это Маше, как повелел его Бог, так он и сделал. Это чудо невероятное, просто на глазах у всего народа. Как можно после этого в чем-то сомневаться, увидя такое, это трудно себе даже представить. И сказали сыны Израиля Маше так, ведь мы умираем, погибаем, все мы погибаем, всякие приближающиеся, которые приближаются к обиталищу Бога, умирает, не обречены. Или мы все на смерть. И сказал Бог Агарона, ты и сновья твой, и дом твой, с тобой ответственность за вину против святилища, и ты и сновья твой, и с тобой ответственность за вину против священнослужения вашего. Также и братья твои колено леви, племя отца твоего приблизь к себе, они к тебе, и прислуживали тебе, а ты и сновья твои с тобой, будьте перед шатром откровения. То есть он говорит, что в этом вина, Всевышний говорит. Вы виновны за вину против святилища, против вашего священнослужения, то есть что-то надо и лучше. Улучшить что-то, исправить надо. То есть без вины ничего не бывает. Мы должны всегда находить себе вину. Всегда. Именно в себе, не в ком-то искать. Не надо говорить, что все договорщики плохие, а мы хорошие. Нет, надо найти все, почему это получилось. В этом здесь говорится. И пусть исполняют они службу твою и службу всего шатра, но к священным сосудам и к жертву не подходят, чтобы не умереть им и вам. И пусть присоединяются к тебе и исполняют службу по шатру откровения. всякую работу при шатре посторонний же не должен приближаться к вам. Исполняйте же службу по святилищу и службу по жертвнику. И не будет больше проявляться ярость моя против снов Израиля. Вот я взял братья ваших левитов и среды снов Израиля вам в дар отданный и для Бога для исполнения работ при шатре откровения. А ты изновья твои с тобой соблюдайте священное служение ваше во всем что касается жертвенника и того что за завесой и исполняйте работу священнослужения в дар дам я вам а посторонний если приблизит смерти будет предан всю священную работу выполняет колено левит часть выполняет коины самые святые вещи жертвы приносят все левиты им помогают во всем и говорил Бог обращает и говорил Бог агрон вот я поручаю эти наблюдения за приношениями мне за всем что посвящается на Израиле тебе даю я их назначенную долю и сновьян твоим вечное установление вот что принадлежит тебе и жертв высшей святости и за неполимых жертв всякая жертва их для кого-либо хлебного для кого-либо хлебного дара для кой-либо гречительной жертвы и для кой-либо повинной жертвы которые они принесут мне жертв высшей святости тебе это и сновьян твоим то есть мы знаем что коины эти жертвы хлебные едят что касается жертв сожжения естественно он ничего не получает никто это не ест шкура достается коины которые приносят а вот если это жертва уже предпочистительная коины обязанные есть а если это жертва мирная значит грудина и правая задняя голень как минимум достаются коину если человек просит чтобы коин сам ее и зарезал и зарезал все сделал ему еще достается и передняя правая голень и плечо челюсти и желудок это язык челюсти желудок животного больше получается чем в случае если человек сам ее режет даже святая святых можешь ты есть это наш это значит во дворе храма ни в коем случае не заходи святая святых куда первосвященник один раз год емкий пор может зайти это очень опасно зайти вообще кроме всяких жертв так дар святая святая святых может есть это всякий мужчина может есть это свято оно для тебя а это тебе дарственное приношение от всяких жертв которые от сыны Израиля приподнимают знак восхищения богу тебе я отдаю их и сновьян твоим и до сириан твоих с тобою вечное установление всякий чистый доме может есть это а все лучшее из оливкового масла и все лучшее из вина и зерна начатки которые не дают богу тебе отдал я первинки всего что в стране их которые они принесут богу для тебя будут всякие чистые в доме твоем может есть это все посвященное в Израиле тебе принадлежит каждый первен всякой плоти открывающую трогу которого приносят богу от людей и от скота тебе будет но ты должен выкупить первенца из людей и первенца из скота нечистого а выкуп его когда исполнится его месяц выкупи его по оценке 5 серебряных шекелей по шекелю священному 20 монет гера он но первенца из быков или первенца из овец или первенца из из коз не выкупай святыни они кровью их окропляй жертвами а жир их воскуривая в огнеполимую жертву благоухание приятное богу а мясо их будет для тебя как грудина предназначенная богу и как правая горень тебе ближай тану всякие приношения святынь которые приносят цены израиля богу даю я тебе и сновьям твоим и начерям твоим с тобою вечное восстановление союз вечный как соль это пред богом для тебя и для потомства твоего с тобою союз вечный как соль то есть соль это пред милахалам союз соли как соль не портится не сгорает ничего с ней не сделаешь она только может кашировать она сохраняет еду разную в общем вот такой союз вечный искал бога агрону в стране их не получишь ты надела и удела не будет у тебя среди я твой удел и твой надел среди сынов израиля аснам леви вот дал я всякую десять нину от сынов израиля надел за работу их которые не исполняют шатре откровения нельзя более приближаться нам израиля к шатру откровения чтобы не понести греха и умереть ужасные леви сами исполняют работу по 4 откровения и сами несут вину свою в вечное установление во всех поколениях ваших ассреди сынов израиля не получит они на дело так как десятину сынов израиля которую они приносят приношении богу дал я левитам в надел то поэтому сказала им среди сынов израиля не получит они на дело и говорил бог обращаясь к мажетта левитам же одних в надел ваш то приносите из нее приношение богу десятину из десятину и защитно будет вам это приношение как зерно из гумна и как вино из винодельни так же и вы приносите приношение богу из всех десятин ваших которые вы будете брать от сынов израиля и приносите из этого приношения богу и отдавайте его агрону коину то есть левиты тоже от своей десятины до десятины коина из всех даров которую получите переносите приношение богу всего лучшего священную его часть скажи им когда принесете вы лучшее из него то засчитано будет левитом как урожай из гумна и как урожай из винодельни и можете есть его во всяком месте вы и семейства ваши ибо это плата вам за вашу работу при шатре откровения и не будете вы за это нести греха если принесли вы с лучшей из этого не скверняйте же посвящаемыми сынами израиля да вы не умерли вы на этом глава карак заканчивается хоть что-то рассказать сказать спасите не стесняйтесь пожалуйста шалом в мире на тот момент почему он чтобы было только власть еще почему он власть ему просто купить да это умный вопрос мудрецы смотрят да он самый богатый человек мире а как он может это сделать как он может воспользоваться богатством они в пустыне у него золото у него драгоценные камни у него все но ничего же ты не можешь приобрести в пустыне все есть и выше все дают что тебе нужно он хочет прийти в землю и стать богачом купить острова города не знаешь что хочет купить страны за это богатство хочет быть богачом неимоверно а тут что он просто так это железяки и от этого страдает это невозможно носить было он уже что ему делать взял зарыли половину этих сокровищ которые у него все равно тяжело носить еще половину зарыли потом еще половину в общем чтобы облегчить себе задачу это невероятные были состояние он поэтому пытался поднять восстание чтобы пойти в страну если он победил бы на восстании то он считает что тогда он сможет прийти в страну и воспользоваться им богатством так ваши мудрецы это объясняют а так конечно он только страдал от этого вот так что не мог воспользоваться богатство у него была логика вот и богатство то что описано был самый богатый на самом деле он богатый не был потому что то есть то что был это все обесценивалось ему надо было создать этим как сказать предметом которые у него были ценность просто не потеряли всю ценность всю стоимость людей был богатым человеком но так так мудрецы понимает это место потому что ну как но можете представить ну есть у тебя невероятное количество злота а для чего если ты вообще ничего не можешь сделать у тебя все есть ты ничего не можешь делать что ты будешь дворцы всем пустыне строить это никак никак маша тоже был левитом и другие левиты они скромно жили пишется и они ничего с собой не брали из египта маша ничего не взял из египта просто ушел без ничего никаких богатство не просил всевышний потом ему просто просто подарил сокровище подарил ему просто в пустыне выруби скрижали говорит такие же как первые маша нашелся в шатре сапфировую глыбу вырубил для скрижали осколки всевышний подарил другие люди брали он ничего не брал вот всевышний решил ему отдал вот так вот он стал богачом тоже машины но карах вот он добился добивался он получил то что он хотел отлично умный вопрос это умный вопрос все читаем хафицхайм любите делать добро ежедневные уроки умение давать уроки рава фишеля шехтера по книге хафицхайм агават хэсэд перевел на русский язык и далее спиннады день 28 27 тише 28 нисана агават хэсэд раздел 2 глава 7 неоспоримо сегодня установлю обычай каждый вечер вспоминать какое доброе дело сделал в течение дня и планировать что могу сделать завтра тора приравнив уклонение от хэсэда кидала поклонству но суетой обыденных действий дел человек может это скрывать медражка лет раба 7 4 говорит если человек отрицает хэсэд он как будто отрицает самого творца слово отрицает звучит странно хэсэд делают или не делают причем тут отрицание хафицхайм объясняет человек отрицает ценность хэсэда этим отрицает основу на которой творец создал этот мир хотя хэсэд твоя суть для меня это ничто говорит такой человек своими мыслями и действиями творцу тонут туб от 68 а прямо говорит кто отворачивает глаза от сдаки как будто идолопоклонник это сказано человека который отворачивается становится занятым или вдруг вдруг может най выйти из комнаты когда входят нуждающиеся такая реакция не исходит из сердца сознающего хэсэд как цель жизни кто умаляет ценность хэсэда сталкивается столкнется с проблемами о которых мы говорили в предыдущих главах каждая возможность помочь создать создаст новое препятствие такой человек постоянно ставит своего удобства перед нуждами других людей он будет убеждать себя в том что другой на самом деле не нуждается в помощи или не заслужит ее и будет проваливать жизненные испытания одну за другим поэтому говорит хафицхайм человек должен отдалиться от этих плохих мыслей и стараться уподобиться ашему делай добро обычно термин плохие мысли относятся к ереси искушению похоти но здесь к мысли о том что хэсэд не так важен хафицхайм не просто говорить об уклонении от добрых дел и пожертвований но и предупреждая человек не должен так даже думать наоборот должен стараться усвоить перспективу торы чем больше он дает тем больше получает свете этого каждая просьба помощи становится возможностью каждая уступка и блага каждый рубль подаренный или данный вдох это самое надежное и выгодное вложение они принесут тысячи кратную прибыль праведные евреи прошлых поколений и в наше время тоже спрашивает себя перед сном что хорошего я сделал для ближних евреев сегодня есть ничего не может вспомнить решает помочь кому-то завтра и только тогда может заснуть для такого человека недостаток хэсэд чувствителен это брешь его нишаме которую он должен заполнить человек который приучает себя так думать обретает полное право принадлежать еврейскому народу человечеству и миру созданному творцом на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха про носа кого на масло то что мы это часть не грешили изучали тору все все самое на лучшего до встречи четверг блин и дар в час дня на канал мы там ставьте лайки то желает его друзьям передавать это видео чтобы несли тору как можно большему количеству людей до встречи